Рынок строительных материалов не стоит на месте. Периодически появляется что-то очень интересное. Тут важно быть в курсе всех новинок, чтобы иметь возможность купить новый материал, у которого нет недостатков всех предыдущих версий. Представьте, что можно позволить себе напольное покрытие из натурального дерева без сложной укладки и лишённое всех «но», которые имеет инженерная доска и паркет. Такой материал появился. Называется он кварц паркет. Вы получаете паркет из натурального дерева, который на 100% водостойкий. Под него можно класть тёплый пол, и он очень прост и недорог в укладке. При этом, повторюсь, это на 100% натуральное дерево. Красивое, живое, тёплое. Структура кварцевого паркета – это каменная SPC-плита в основе и натуральный высококачественный шпон сверху. В отличие от паркета и инженерной доски, его укладка будет стоить, как обычный ламинат. С ним ничего не случится от перепада температур и даже влажности. Он водостойкий и не требует ухода и повышенного внимания. По-настоящему инновационный материал нового поколения. Мне понравился вариант с раскладкой английской ёлкой. Ознакомиться с вариантами кварцового паркета и подробнее узнать о всех его свойствах и цене можно по ссылке в описании. Переходите. Друзья, ну у нас хорошая новость. Мы наконец-то нашли строителя, который супер молчаливый, это прям даже в плюс. Говоришь, что делать, он делает. Один работает, один-одинёшенький. Всё долго, вот уже месяц, там всё это выравнивает, клеит. Я уже в телеграм-группе рассказывал, что вот у нас большинство заказчиков на этом этапе начинают истерить. Они приходили два месяца назад, всё белое было. Приходят через два месяца, опять всё белое. Ну вот такой этап. Пока всё это шпаклёвка, штукатурка, всё выровняет, 10 слоёв. У нас молдинги. Во-первых, это же недорого нам, нам всё это сделать. Ещё задача перед строителем стоит, чтобы ровные гипсовые молдинги, которые никак не гнутся, приклеить на неровные стены. Он там в этих делах опытный, он рассказывал в музей, поэтому у него там своя модель работы. Его вообще не пугает это. Он клеит молдинг на неровную стену, потом там подмазывает, подштукатуривает, и визуально всё очень даже ровно. Вот эти сейчас 150 погонных метров гипсовые лепнины. Все приклеиваются на стену. Будет камин, над ним будет огромное зеркало в красивой раме. Плинтуса гипсовые, карнизы на потолок гипсовые, лепнина гипсовая, камин гипсовый. В общем, прям вот всё гипсовое. Ещё две розетки будут на стенах под люстры. Мы ещё обрамили проём, обрамили окна и обрамили двери. И помните, история была, что нам пришла дверь, а обналичка тоже белая, но немножко другого оттенка. И как бы немножко. Такое ощущение, что это от чужой двери обналичка. Гипсом обрамим эту дверь. Сюда вообще всё будет гипсовое. Нам сейчас надо всё-всё-всё в мелочах выбрать. Естественно, всё как вы любите, чтобы это и недорого было, и красиво. Но нам так и надо. У нас задача такая стоит в этом проекте. Поэтому не удивляйтесь, что мы сейчас очень активно будем всё это дело выбирать. Чтобы не было простоя, человек закончит одну часть, а у нас уже начнёт приезжать вторая. Мы, кстати, всегда так делаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что очень много времени тебе нужно И я посмотрела на Авито Там Более-менее приличный диван Нашего размера стоит 13 тысяч 16 тысяч, вот примерно такой ценовой сегмент Но он Не идеальный, все равно Поэтому мы приехали Ему 20 лет или что с ним не так? Ну потертый, там наверное коцки какие-то БУ, ну в БУ есть БУ Поэтому мы приехали в сток-центр И посмотрим Что есть здесь Половим удачу И все что здесь Это либо тестовые образцы С фабрики, либо выставочные образцы Они могут быть скотскими Могут быть идеальными Просто они проектируют диван Он либо в серию потом заходит, либо не заходит Но куда его девать, они его В сток Пошли Нам нужен раскладной диван До двух с половиной метров Чтобы он был удобный, комфортный Такой, на котором можно расслабиться Прямо Ну и с каким-то намеком на то, что он парижский Ну естественно Чтобы он в стиль попал Очень смущает вот этот столик Но если что-то мы с ним придумаем, то может быть Надо подумать Так, потом еще какой вариант есть Это вот этот диванчик Он мне больше всех нравится Он получается 34 тысячи стоит Он тоже раскладной Он прям вот по стилю Мне кажется, очень хорошо был бы наш парижский интерьер Потому что он такой округленький Ну вообще нейтральный Он будет у нас еще на ножках То есть очень по стилю подойдет И вот такой вариант еще есть Он будет стоить 21 тысячу Будет на ножках тоже Раскладной Это выставочный образец Нам надо будет его чистить Потому что он такой немножечко грязненький Тут все, либо выставочное, либо тестовое На производстве тестируют И потом это куда-то нужно надевать Сейчас немножко странно выглядит Потому что он без ножек Но будет на ножках И немножко по-европейски будет выглядеть А и вот последний диванчик Желтый, такой красивый, яркий 24 тысячи Я сначала подумал, что это он Но нет Да, это выставочный образец Покажи, там он раскладывается Нам показали уже У меня там косячки есть Некоторая дырка здесь Да? Кто-то каким-то образом продырявил И трещина в ДСП На сегодняшний день это наш кавалит Надя, твоя шапка просто красная, яркая, желтая Все прям, ух Сочно Да, а за окном у нас снег уже Это может быть поэтому нам желтый нравится В общем, какой возьмем? Желтый или белый? Желтый Продал я тебе, да, свое видение? Если вообще дать Не надо вообще пугаться таких ярких цветов Можно взять подушки поспокойнее Плед И все Хорошо Любое помещение очень легко преобразить за счет декора Сухоцветы являются одним из таких приемов Сейчас я вам расскажу топ-5 классных сухоцветов, которые есть у меня дома Я очень люблю лаванду Я ее засушиваю и она со мной круглый год В общем-то Ее можно просто положить Либо какие-то сделать композиции цветочные Смотрится классно Здесь практически все я взяла на даче Она обожает вот эту пшеницу, которую я купила в Леруа Правда остались от нее уже остаточки небольшие Если летом я использую цветы живые, да А то зимой вот эти сухоцветы Вот такой цветочек еще тоже от какого-то букета остался Но это не подсолнух, это с нашей свадьбы Я его засушила и он уже кучу лет с нами Вот это тоже с дачи Это кашка, мама называет Вот, и это чеснок Ну это любимая всеми пампасная трава Она продается тоже, озон вайлдберис Эту я собрала опять-таки на даче, на пляже Розовая гортензия Я ее сушила вертикально И вот как она выглядит в засушенном виде Лучше всего смотрится розовая Потому что белая, она вот так вот желтеет Не очень красивая, а розовая прям классно И вот такие ветки Их и на Новый год можно украсить И можно из баллончика побрызгать Вот мои лайфхаки Относительно сухоцветов А еще у меня вот нету этого Потому что у меня и так уже переизбыток Мне очень нравятся ветки оливок Оливкового дерева очень классно смотрятся Цветы лотоса, тоже такие крупные цветы Тоже они продаются на вайлдберис Что еще? Да ну, в принципе, и все Вот Это прям очень сильно помогает и выручает Когда хочется добавить что-нибудь новенькое в квартиру ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok